Трёхмесячная норма осадков за один день. Столичные ливнёвки не выдержали вчерашнего сильнейшего дождя. Чиновники заявляют, с такой стихией не справилась бы никакая система канализации. Пострадали продавцы, автомобилисты, пассажиры. Почему украинские города уходят под воду? Разбирались мои коллеги. Поваленные деревья, оборванные электропровода, разбитые машины. Так выглядит столица Украины после вчерашнего ливня. Чтобы восстановить движение на дорогах, коммунальщики работали всю ночь. Сергей показывает, как спасатели вытаскивали его машину из воды. Во время проливного дождя его киевский двор затопило полностью. Мужчина очень расстроен. Он уже узнал, автостраховка не покроет ущерба, нанесённого стихией. Тут недалеко от вот этой машины, ну, рядом, так сказать, через одно место. Вот она стояла. А здесь должно быть место, куда сливается вода. Накануне на город обрушился сильнейший ливень. И гидротехнические сооружения, канализация и стоки оказались не готовы к таким осадкам. Первой ушла под воду недавно отремонтированная улица Елены Телиги. На дороге возле станции метро Дорогожичи вода поднялась на 2,5 метра. По версии киевской мэрии, все четыре помпы перестали работать из-за удара молнии. И во время этой ужасной грозы люди были заблокированы в своих машинах. На Дорогожичах у нас отказала автоматическая система помпы от качки воды, которая была вызвана молнией и по ещё не выясненным причинам у нас не сработала автоматика на откачку. Эту проблему потом устранили. Все потопления, оползни, транспортный коллапс – это последствия стихии, говорят в мэрии. Ведь за три часа выпала трёхмесячная норма осадков. Разводят руками и в Киевоавтодоре. Все дороги ремонтировали по стандартам. Вчера, кто из вас был на шляхопроводе, на перетене Телегии и Фрунзе, можно было увидеть, что делала вода. Вода шла, если брать мой средний взрыв, то мне по пояс и шла вода по дороге. Никакая ливневоканализация этого не приймёт. С чиновниками не согласны простые киевляне. Людмила Васильевна, в прошлом инженер-технолог, лично принимала участие в строительстве своего дома. В новую квартиру вселилась в 1974 году. Пенсионерка рассказывает, дожди шли и раньше, но такого, чтобы двор превратился в озеро, ещё не было. Я с палочкой, мне каждый шаг тяжело идти. Я обратила внимание, почему такое озеро. А здесь ручьи бегут, ручьи сюда собираются в озеро. Откуда-то видно, там затоплено, где-то не работает колодец. Больше других пострадали от непогоды торговые точки в подземных переходах. Ущерб на десятки и даже сотни тысяч гривен. Не всем торговцам удалось спасти хотя бы часть товара. Это всё, что осталось, это остальное всё, всё ушло, всё пропало. Согласно норм ДБНов и норм цивильного захиста, на входах подземных переходов 20 метров в радиусе не должно быть никаких строений. В подземных переходах ширина прохода должна быть не менее 6 метров. Весь мусор, который находился в подземных переходах, сразу же забивает ливневки. Они перестают работать. Исходя из этого, мы получаем ванну. Без капитальной реконструкции, замены стоков, подобные ситуации будут возникать всё чаще. Ведь киевским городским системам десятки лет. Они не рассчитаны на такое количество зданий вокруг. И не могут своевременно пропустить огромное количество воды. Наталья Шумакова, Лина Зеленская, Юлия Косян, Виталий Коваленко, Владимир Савченко. Подробности в телеканал Интер.